В октябре 2018 года Министерство обороны России рассекретило и предало огласки некоторые архивные документы финансовой службы. В числе прочих материалов была опубликована раздаточная ведомость 18-го гвардейского истребительного авиаполка за январь 1943 года, в которой под первым номером фигурировал полковник Сталин. За службу в указанном месяце он получил в качестве основного оклада и надбавки за выслугу лет 5095 рублей 84 копейки. Участникам налетов на столицу Третьего рейха в августе и сентябре 1941 года в соответствии со сталинским приказом о поощрении участников бомбардировки Берлина выписывались гонорары в размере 2000 рублей. Это была весьма приличная сумма. Работа простых красноармейцев оплачивалась заметно и скромнее. Так, за подбитый или подожженный танк командиру орудия и наводчику начислялось по 500 рублей, а рядовым бойцам – лишь по 200. Для сравнения, рабочие на военных заводах получали по 600-700 рублей, задействованные в других отраслях и на вспомогательных производствах – 300-600. Жалование доктора в госпитале, в зависимости от должности, составляло 600-800 рублей. Школьный учитель приносил домой 340 рублей, строитель – 300. Машинистка в учреждении получала 200-250, уборщица – 160. Часть заработка приходилось перечислять в счет обязательных и добровольно-принудительных платежей. С августа 1941 года в СССР наметился устойчивый рост цен, в том числе и на продукты и предметы первой необходимости. В октябре во многих регионах были введены карточки своего максимума цены военного времени достигли в мае 1943 года, когда, например, в Туловой Челябинской области за килограмм свинины на рынке требовали 400 рублей, за один килограмм муки – 230 рублей, картошка шла по 76 рублей. Стоимость военной техники с течением войны, напротив, заметно снижались. Бомбардировщик Ил-4 за три года подешевел более чем в два раза, с 800 тысяч рублей в 1941 до 380 в 1944. Цена танка Т-34, изначально обходившегося в 269,5 тысяч рублей, упала до 135 тысяч в 1943 году. Кроме того, Минобороны предоставила сведения о том, сколько потратил Советский Союз в период Великой Отечественной. По сведениям из архивов, в 1941 году советское правительство выделило на оборонительные нужды 83 миллиарда рублей из общего бюджета в 191 миллиарде. В 1945 расходы возросли до 128 миллиардов рублей. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.